Весенняя пора в Америке. Пробуждение природы. Стремительный рост растительности. И новой жизни. Это период миграции на длинные расстояния, которые дарят жизнь новому поколению. Весной новорожденные учатся выживать методом проб и ошибок. А остальные животные обуздают большие расстояния и покоряют неистовые высоты. Каждый год взлеты и падения, вызванные сменой времен года, перевоплощают земли и дикую природу. Весна расцветает. СЕЗОНЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ АМЕРИКИ СЕЗОНЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ АМЕРИКИ ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ Северное полушарие склоняется перед Солнцем, меняя угол наклона земной оси. С нарастающим потеплением покровы снега и слои льда в Америке постепенно тают. Природа оживает неспешно. 21 марта наступает первый день весны. ВЕСНА В северо-восточной части Айовы, после продолжительной холодной зимы, столбик термометра потихоньку тянется к отметке выше нуля. Река Миссисипи, самый крупный водосборный бассейн государства, освобождается из-подо льда. Оттепель приманивает стаи чаек, которые толпами клубятся на заводях могущественной реки. Птицы прибыли на пиршество. Тысячи даросом из семейства Сельдевых погибли от зимних морозов. Их тела сохранились во льдах. Сейчас они всплывают на поверхность к весеннему солнцу, где их поджидают чайки. Но одно животное вот-вот собирается ворваться без приглашения. Белоголовый орлан чувствует истощение после голодных месяцев зимы. Взрослые со знаменитым белым оперением на голове и молодые пятнистые особи собираются на верховьях реки Миссисипи. Орланы низко летают над водой, резко пикируют и хватают рыбу своими мощными когтями. Мертвый шед – легкая добыча. Этим падальщикам не составляет труда отобрать рыбу у чаек или друг у друга. Рассыпь замороженной рыбы для этой самки оказалась как нельзя кстати. Ведь ей и ее партнеру необходимо кормить потомство. Всего через три недели птенцы с бесконечным аппетитом наберут вес в 20 раз больше текущего. Сейчас все, что они съедают, накапливается в их формирующемся зобе. После им необходимо приблизительно два месяца, чтобы вырасти, окрепнуть и покинуть родительское гнездо. Как только лед полностью сойдет, запасы доросом постепенно сойдут на нет. Но пока рыбалка проходит удачно. Под теплыми лучами солнца могущественная река Миссисипи постепенно обретает жизненную силу. По всей стране природа пробуждается после длинной зимней спячки. Снег сходит со скалистых гор, обнажая восточные лесные массивы. Пылевые цветы окутывают луга, а ливневые дожди наполняют реки Гавайских островов. Наступление весны готовит почву для одной из самых масштабных миграций на Земле. На реке Плат протяженностью 120 километров в штате Небраска светает. Сотни тысяч канадских журавлей пробудились после ночи, проведенной в заповедных мелководьях реки. Это распространенное место привала во время миграции канадских журавлей от субтропиков к Арктике. Наступает брачный сезон, поэтому особи без пары проводят время на привале в поисках потенциального партнера. В свободное от брачных игр время журавли отправляются к ближайшим фермам, чтобы подкрепиться зерном, которое осталось после осеннего сбора урожая. С заходом солнца стаи возвращаются обратно к насесту у реки на ночь. Канадские журавли останутся здесь приблизительно на месяц. Затем с попутным ветром они направятся на север, покоряя термические потоки воздуха. Весна – пора восхода новой жизни. Для многих особей животных всплеск рождаемости в начале сезона дает хороший рывок в развитии потомства. Детенышам предоставляется гораздо больше времени, чтобы окрепнуть перед зимними холодами. По всей стране матери проходят через самое ответственное время их жизни. Этот детеныш зубра появился на свет вчера. Он самый молодой член стада, блуждающего по лугам Южной Дакоты. На протяжении многих веков американский бизон являлся владыкой полей. Когда-то давно десятки миллионов бизонов странствовали по лугам Северной Америки. На сегодняшний день осталось менее 30 тысяч особей. Малыш, которому всего один день является живым наследием древних стад, блуждавших по прериям. Он с радостью демонстрирует свой весенний восторг. Выводок потомства начинается в начале апреля, поэтому он не будет скучать. Догонялки и игровая борьба – часть программы взросления. Благодаря материнскому молоку он очень быстро вырастает, набирая по одному килограмму в день. Он на пути к тому, чтобы стать одним из самых крупных сухопутных животных Северной Америки. Но для того, чтобы набрать тысячу килограммов, ему нужно пройти долгий путь. А пока ему следует не отставать от стада, которое перемещается в другие поля в поисках свежих пастбищных угодий. Для его матери не составляет труда пересечь русло ручья, однако этому неопытному путешественнику требуется немного поддержки. Достаточно большой скачок для этого малыша. Один за другим новорожденные показывают отличные результаты на первом испытании. Развитие силы и ловкости непременно понадобится им при выживании в своем первом и самом опасном периоде времени. На высоте нескольких сотен метров располагаются равнины штата Вайоминг, куда весна приходит не сразу. Снег может задержаться здесь до апреля. земля, с которой только сошел снег, имеет тускло-коричневый окрас. С потеплением на лугах разворачивается занимательное событие. Для лугового тетерева настало время весеннего танца ради борьбы за внимание самки. Самцы лугового тетерева в разгар брачного сезона привлекают самок, издавая характерные громкие звуки. Они выталкивают воздух из оранжевых подкожных мешков на шее. Их такование способно привлечь самок на расстоянии двух километров. Острохвостые тетерева также готовы к привлечению самок. Раскрыв крылья, они поднимают вертикально хвост и трясут им, сопровождая быстрым перебиранием ног. Но самое яркое выступление демонстрируют шалфейные тетерева. У этого самца кажется, что-то вот-вот вырвется из жабо. Они раздувают воздушные мешки и опустошают их сгулкими взрывными звуками. От такого зрелища лишь самкам тетерева сложно устоять. Брачный сезон закончится через несколько недель и освободит таковище до следующего года. Пока весна оживляет большую часть континента, она едва затрагивает дальнюю западную часть страны. На расстоянии 8800 километров от континента располагаются Гавайские острова. Южнее от северных тропиков сезонные переходные процессы имеют небольшое господство. И все же весной происходит рекордное количество удивительных миграций. Ею движет самая ключевая стихия планеты – вода. После обильных весенних дождей образуются водотоки и ручьи, которые впадают в Тихий океан. Импульс от пресной воды подает мощный сигнал крошечным малькам рыб в море. Они собираются в устье реки и внимательно ожидают зова сирен. Гавайцы называют их «О-О-Пу-Нупили», что означает «цепляющаяся рыба». Сначала они на протяжении шести месяцев питались планктоном в море, а затем мальки обоих полов отправляются взрослеть в пресные воды. Для этого им требуется перестроить свой организм. Всего за несколько дней воздействие пресной воды полностью изменит их тело. Каждая особь рождается с присоской на брюхе, чтобы цепляться за подводные камни. Но затем их ротовое отверстие переместилось на нижнюю часть туловища, чтобы выступать в качестве дополнительной присоски. Эти бычки-скалолазы собираются совершить необычный путь. Чтобы достичь верхнее русло, им необходимо подняться вверх против течения водопада. Один за другим бычки начинают медленно двигаться вверх по скале. Эта самка ведет путь вместе с тысячами собратьев. При помощи рта она цепляется за бугристую каменную поверхность, затем отталкивается плавниками, цепляется присоской на брюхе и подтягивается словно пяденица. Очень важно выбрать правильный маршрут. Если воды слишком мало, она не сможет дышать жабрами. Если воды слишком много, ее отбросит обратно в море. Соленая вода погубит перестроенный организм рыбы. Сотни ее собратьев вода отбросила вниз. Некоторые оказываются в тупике. Количество выбывших увеличивается с каждым метром. самка добралась до пункта назначения. Она вымотана. Созданию размером с палец каждый сантиметр пути это испытание. Ею движет природный инстинкт. Самка достигла вершины. добравшись до ручья, она будет жить в нем до конца своей жизни. Приблизительно через год она найдет самца и будет метать икру в неподвижных водах. Вылупившиеся из икринок мальки спустятся по течению в море и невероятное путешествие бычков начнется сначала. К концу апреля зацветает значительная часть страны. россы пилиппинов в Техасе, ирисы во Флориде, и несметное количество полевых цветов в пустыне. Северо-запад штата Аризона обладает самым жарким и сухим климатом в стране. однако ливневые дожди зимы доставили достаточно влаги для яркого весеннего цветения. Цветение привлекает не менее разноцветных гостей. Каждую весну тысячи калибри мигрируют из Мексики на север, пролетая через Аризону. Полевые цветы полны сладкого нектара, которым можно вдоволь подкрепиться, летая на дальние расстояния. Соцветия и калибри идеально подходят друг к другу. Эволюция взаимно адаптировала каждого. Цветы росли с разноцветными узкими околоцветниками, чтобы калибри могла поместить свой длинный тонкий клюв. Цветы кормят калибри и взамен птицы опыляют их. Одни калибри отправляются дальше на север к Канаде, а другие остаются размножаться в Аризоне. Эта калипта Анны готовится к потомству, которым занимается исключительно самка. Она вьет гнездо из мягкого пуха растений. При помощи паутины она обматывает гнездо и укрепляет его на ветке. Калибри маневрирует словно крошечный вертолет, только этот вид птиц способен висеть в воздухе и летать спиной вперед, чтобы свить гнездо размером с чашку для эспрессо уходит до 10 дней. Оно идеально подходит для двух яиц, маленьких, как шоколадное драже. Она высиживает их в одиночку и лишь ненадолго покидает, когда улетает подкрепиться. две недели спустя ее труды окупятся и начинается самое сложное вскармливание новых представителей крошечных чудес эволюции. Произведение потомства более серьезного масштаба разгорается в лесных болотах с пресной водой в Центральной Флориде. В начале мая далеко на юге едва ощущается небольшое увеличение светового дня и потепление. Но этого достаточно для вспышки страсти драконов. Это миссисипский аллигатор. Этот миссистый 270-килограммовый самец ведет затворнический образ жизни. Однако с наступлением теплоты резко вырастает скорость его метаболизма, а также либидо. Наступило время создавать новое поколение хладнокровных хищников. пищевые и года уединенной жизни он оказывает радушный прием, но только самкам. Самки могут услышать его зазывание за километр. на поверхности воды образуются пузыри и рябь от низкочастотных звуков, издаваемых им. Его урчания привлекают внимание. самка подплывает к хозяину лагуны. Она начинает ухаживание за самцом. У свирепых хищников довольно ласковые игрища. Прелюдия рептилий длится часами. Но спаривание проходит вмиг. И самка уходит. Весеннее спаривание даст свои плоды летом, после того, как самка построит гнездо и отложит яйца. Самец возвращается к холостой жизни, но это к лучшему. Ведь ему проще съесть своих отпрысков, нежели ухаживать за ними. Весна на Аляске не сильно отличается от зимы. зима с трудом покидает самый северный штат страны. Наступила середина мая. И наконец, вдоль северного побережья лед тронулся. период северного вегетации проходит быстро, но усиленно. В это время на Аляске наступают самые продолжительные световые дни в стране. Как только сходит снег, незамедлительно врывается дикая жизнь. Северные олени путешествуют на сотни километров к северу, где они выведут потомство. Стая белых гусей мигрирует сюда из Мексики и вьют гнезда. А горбатые киты возвращаются на кормежку после зимнего размножения на Гавайи. Однако некоторые выносливые создания живут на Аляске круглый год. Каланы благополучно обитают на более теплом южном побережье в проливе принца Вильгельма. Местные воды никогда не покрываются льдом. Но даже в мае вода не поднимается выше 4 градусов по Цельсию. Это не совсем привычное теплое и уютное место для взращивания новорожденного потомства. Беззаботным детенышам всего лишь три недели. Они не способны самостоятельно плавать и согревать себя. они бы не выжили без своих преданных матерей, которые в одиночку взращивают своих малышей. Самцы не принимают участия в воспитании своего потомства. после морского отлива показывается небольшой островок абразионной бухты. здесь самки каланов устраивают себе и своим малышам зону отдыха. Самка причесывает детеныша, чтобы в мех проникло как можно больше воздуха. Таким образом, они будут в тепле и свободно держаться на воде. После того, как она вычистит и вспушит малыша, заботливая мама возвращается в воду. Ей пора подкрепиться. Это самый рискованный отрезок времени для самки калана. Ведь она оставляет своего детеныша одного. Пока она ловит рыбу, детеныш держится на воде как поплавок. В этом возрасте он очень уязвим, поскольку он не способен плавать или нырять, чтобы спастись от хищников. Белоголовые орланы всегда не прочь полакомиться детеныша Миколана. Но этот малыш ему не достанется. она будет круглосуточно заботиться о нем на протяжении шести месяцев, пока малыш не подрастет и не станет самостоятельным. И только после этого одна из самых трудящихся матерей животного мира сможет передохнуть. Конец мая. До летнего солнцестояния остается всего один месяц. Густые лесные массивы Верхнего Северного Запада стремительно окутывает потепление. Наконец, температура воздуха превышает 20 градусов по Цельсию. В водоемах и болотах на западе штата Висконсин скопились дождевые талые воды, и там изобилуют жизнь. Одни из самых легендарных обитателей лесных массивов с наступлением тепла вывели свой молодняк. Селезень каролинской утки все еще не сменил свое зимнее оперение. Он покинул свою пару около месяца назад, сразу после того, как они выбрали, где гнездиться. Многие самки откладывают яйца в полости деревьев. однако это устроилось в гнезде, которое построила Организация по охране природы. В уютном гнезде эта кладка яиц готова к вылуплению после насиживания длиною в месяц. Крошечная трещина символизирует о том, что птенцы готовы к вылуплению. Освобождение от скорлупы тяжелый труд для птенца. на свет появился первый утенок. Остальные семь собратьев вылупятся в течение 18 часов. Время для первой кормежки. но сначала они столкнутся с одним испытанием. На рассвете мама-носедка осматривает местность на наличие хищников. Противник не обнаружен. Внизу ждет завтрак. Первый храбро-утенок становится на гибкие цепкие лапки. Лишь у данных особей семейства утиных имеются такие лапы. Особый сигнал их матери подбадривает его сделать судьбоносный рывок. Он падает с высоты 10 метров. однако он настолько легкий, что отскакивает от земли целый и невредимый. Его отвага заразна. мать ведет их за собой к водоему. Этой группе идти совсем недолго, но многие гнездилища королинских уток располагаются даже в километре от воды. Этим новорожденным пора впервые намочить лапки. К счастью, утята довольно самостоятельные. Они инстинктивно умеют плавать и знают, чем питаться. Весеннее изобилие насекомых является богатым источником белка. Но в этом возрасте они сами далеко не на вершине пищевой цепи. Многие обитатели болота могут целиком проглотить утенка. они очень уязвимы. Однако им удалось выжать первую вылазку на водоем. Хорошее начало. в лесах Висконсина недалеко от границы с Канадой обитает большое количество медведей. Медвежата. Беспокойные медвежата. В это время года матери прогоняют годовалых медвежат, чтобы те сами смогли о себе позаботиться. Это важная веха в жизни детенышей Барибала. Но также и горькое разочарование. Медведица на протяжении 16 месяцев заботилась о своих детенышах. Несмотря на название, барибалы или черные медведи имеют разные оттенки окраса, включая коричневый. Это семейство распадется всего через несколько дней. Во время брачного сезона самка будет занята другим делом. В их сторону направляется крупный 140 килограммовый самец. Медведица отпугивает своих детенышей, чтобы уберечь их от опасности. иногда самцы могут охотиться на медвежат, даже на годовалых. Само присутствие самца может побудить медведицу покинуть своих отпрысков. Однако материнские инстинкты берут 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 Он перемещается навстречу к самке, готовой к спариванию. Эта медведица уже прогнала свое потомство и готова к выведению нового. опасность миновала, но медвежата не торопятся спускаться на землю. Поскольку у них появляется возможность вздремнуть или хорошенько почесаться. Когда медвежата спустятся, они проведут последнее время вместе, как семья, и затем отправятся навстречу самостоятельной жизни. В конце мая проходит еще один весенний обряд посвящения, но в более широких масштабах. Доисторическое создание заселяет мелководья залива Деливар у побережья штата Нью-Джерси. Мечехвост Он является близким родственником пауков и скорпионов. Его предки появились на земле 450 миллионов лет назад. Самка выходит из воды с 80 тысячами яиц, подвешенными на внутренней части спинного щита. Она готова к нересту. За ней следует несколько самцов поменьше. Они собираются вокруг нее и каждый пытается осеменить яйца. Вдоль побережья рассыпаны миллионы мечехвостов на нересте синхронизированные с фазами Луны и приливами. Миллиарды яиц открыто лежат на песках. Незакопанные зеленые яйца на вес золота для стай голодных путешественников. Сотни тысяч утомленных куликов мигрируют на север во время нереста мечехвостов. Залив Делавер для малых песочников единственная остановка в период миграции из Южной Америки в Северную Канаду. Им необходимо набрать 70% от текущего веса, чтобы завершить путь на север. Другие мигрирующие птицы, исландские песочники и камнешарки также кормятся перед своим долгим полетом. Подводные обитатели тоже приглашены на пир. Через две недели нерест заканчивается, завершая древний весенний обряд. В начале июля снежный покров стремительно сходит с горных хребтов Сьерра-Невада. Талая вода напитывает влагой почву и обогащает свежей зеленой травой засушливые вершинные равнины в восточном направлении. Свежие пастбищные угодья притягивают новичков континента мустангов. одичавшие лошади происходят от одомашненных видов, привезенных из Европы сотни лет назад. Сегодня мустанги обскакали практически весь Запад Соединенных Штатов. Каждой лошади необходимо 38 литров воды в день. Этой весной они найдут ее везде, как в новообразованных болотах, так и в свежей траве. Вода помогает кобылам вырабатывать большое количество молока. Кобылы мустангов жеребятся круглый год, но у весеннего молодняка больше времени, чтобы окрепнуть перед зимой. Жеребенку ничего не грозит под бдительным взором матери. Но наступит день, когда гостеприимство закончится. главенствующий жеребец, лидер Табуна, не потерпит конкуренции. Он яростно защищает свой гарем из самок и прогоняет всех молодых жеребцов. Изгнанники объединяются в стадо одиноких самцов. но этой скитающейся группе самцов не нравится быть на второстепенном плане. Они проникают в главный табун и пытаются спариться с самкой. Такая наглость выводит лидера жеребца из себя. самец-одиночка улавливает заманивающие феромоны в период охоты кобылы. Ослепленные тестостероном, они начинают действовать. Один из них готовится к сношению. Доминирующий самец не позволит этому свершиться. Доминирующий главенствующий жеребец ставит отчаянного молодого самца на место, но ему нужно быть бдительным, ведь пока он контролирует всех кобыл, всегда найдется тот, кто захочет посягнуть на его гарем. Порядок восстановлен, и табун продолжает лакомиться травой. Солнце постепенно садится за горизонт, но его жар скоро усилится. Совсем немного осталось до наступления нового времени года, которое обожжет равнины и сушит водоемы. Но пока долины изобилуют зеленой травой, эти символы Дикого Запада будут процветать на своих просторах. Весь материк набирается сил перед самым жарким временем года. Наступает лето, время изобилия. Дикая жизнь должна максимально насытиться, пока пиршество не закончится. молодняк, выведенный по весне, столкнется со сложностями независимой жизни. Ожесточенные битвы ждут соперников и воздыхателей. Лето стремительно разгорается в дикой природе Америки.